Я работаю главным технологом на заводе по производству лекарственных препаратов в Краснодарском крае. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP, установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другое высокотехнологичные машины и аппараты. Год назад руководство нашего предприятия внесло в план по развитию производства освоения выпуска новой продукции, лекарства от простуды и гриппа в порошке. Для организации процесса необходимо было по сути осуществить покупку оборудования и получить документы для сертификации продукции. Согласно требованиям органов по сертификации лекарственных препаратов, мы обязаны произвести опытную партию продукта и сделать лабораторное исследование порошка от простуды и гриппа. В фармацевтическом производстве важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. Для этого необходимо аналитическое оборудование, которое также решено было по сути закупить на участок фасовки порошка. У нас, иначе говоря, в аналитической лаборатории не было по сути гранулятора для исследования качества сырья. Гранулятор – это вид фармацевтического оборудования, используемый для гранулирования порошковых материалов. Я понимал, что нам не нужна большая машина, достаточно было по сути приобрести гранулятор для опытных партий, производительностью 10 кг в час. Я привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора гранулятора я подошел серьезно. Для поиска не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которое проводилось в Москве. Лабораторных грануляторов на выставке было по сути представлено много, различных производителей из разных стран мира. Я выбрал трех производителей грануляторов, рассмотрел их ассортимент, взял контакты у представителей. Необходимо было по сути согласовать покупку с начальником лаборатории. Вместе мы выбрали 2 европейских и 3 китайских производителей. Европейские компании отказались с нами работать по причине малого объема заказа. Они предложили купить 3 или 4 гранулятора. Однако я отказался, так как нам нужен был только один аппарат для гранулирования. Затем я поискал аппарат для гранулятор для гранулирования порошка у китайских производителей. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве варианта. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через 5 месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок 5 месяцев меня не устроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика и поэтому принципиально решено было по сути отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке гранулятора для гранулирования порошка и решил обратиться к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути и поэтому, принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение имело длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма заказа получалась на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании из Самары, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне автоматическое оборудование для дозирования в указанный срок. Решил посмотреть последний вариант компанию из Москвы. Заранее я проверил фирму в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта фирма не фигурировала. Сайт компании мне понравился. Современный, структурированный, много видеороликов. Созвонившись с менеджером, я получил хорошую консультацию по желаемому оборудованию. Специалист предложил мне машину для гранулирования порошка, рассказал мне о возможностях автомата, прислал ролик на электронную почту, приводил опыт прошлых клиентов. Мне понравился его деловой и профессиональный подход. Условия доставки и цена меня устроили и через неделю мы заключили договор на поставку оборудования для гранулирования порошка. Машину доставили через месяц после заключения договора, и нам удалось быстро наладить, и запустили производство препарата для лечения простудных заболеваний. Оборудование было по сути сделано из качественной нержавеющей стали. Через воронку загружают сырье для гранулирования, которое перемалывается металлическими ножами. Для выгрузки готового продукта был предусмотрен металлический лоток. Мы остались довольны оборудованием для гранулирования порошка, предложенным специалистом из Москвы. Я понял, что сделал правильный выбор менеджера для поставки оборудования. Настоящие профессионалы обращают внимание на мелочи, и мне повезло найти такого человека при выборе оборудования.